С 1 июня ООН начнет доставку гуманитарной помощи в осажденные сирийские города по воздуху. Такое решение озвучено по итогам очередного, уже пятого заседания Международной группы поддержки Сирии. Встреча представителей 16 стран проходила в Вене за закрытыми дверями и длилась почти 6 часов. По мнению участников приговоров, несмотря на сложности этого процесса, продвижение в решении сирийского кризиса все-таки есть. Дипломаты призвали стороны конфликта соблюдать все условия прекращения огня, отметив при этом, что смена власти в стране может быть проведена только усилиями самого сирийского народа. Никто из нас не может быть удовлетворен ситуацией в Сирии. Она вызывает глубокую озабоченность. Мы обеспокоены уровнем насилия и вызовами, которые возникают в последние дни. Все прекрасно понимают, что эта война не закончится без политического урегулирования. Однако существуют определенные рычаги давления на ситуацию. Джон в своем вступительном слове сказал, как само собой разумеющееся, что от России и Ирана они поддерживают Асада. Не поддерживаем мы Асада. Мы поддерживаем борьбу с терроризмом. Мы сегодня на земле не видим другой, более эффективной, более реальной силы при всех ее слабостях, чем сирийская армия.